всем добрый день продолжаем рассматривать принципы расчета теплого пола так ну и приступаем непосредственно к расчетам нажимаем расчет если у вас сейчас ползунок дойдет до 100 процентов и высветятся ошибки то есть это будут ошибки уже настройки оборудования если до 50 процентов значит есть какие-то грубые ошибки при проектировании отрисовки системы вы что-то забыли сделать ну и запускаем ну и вот у нас начинаются ошибки так ну здесь понятно не видит что у нас находятся в помещении сверху и помещение снизу так ну тогда придется ввести значение то есть 1 и 101 дальше 200 и 100 так дальше 199 так лишним писать и 99 так дальше 198 и 98 так дальше давайте выпускаем он опять какие-то ошибки что-то мы забыли что мы забыли а задать арматуру так ну давайте выделим ее так немножко не поводили так зайдем на арматуру ну да она у нас пустая то есть когда мы выбирали арматуру то есть мы не выбрали распределительный вентиль так ну выберем сейчас так и еще у нас одна осталась так намутнули вот так ну и сюда мы запускаем расчет так и мы случайно тут нажали убираем так все у нас 100 процентов так ну и появились следующие ошибки ну первая ошибка это то что мы в общих данных задали 25000 нам всего требуется одиннадцать даже меньше так снова запускаем так эта ошибка у нас в том что приоритет клапана то есть потеря давления в системе через нижний отопительный прибор до узла смешения потери давления должны быть сопоставимым потерям давления вот в этом клапане они у нас немножко выше 0,29 то есть но это не является ошибкой просто приоритет клапана просто давление выше можно выбрать какой-то другой но мы сейчас попозже выберем так ну и следующий момент вот здесь вот открываем говорит о том что слишком маленькое сопротивление то есть приборы находящиеся практически на нижнем этаже так нажимаем на него вот появляется то есть 5 сантиметров нам мало то есть нужно брать где-то от 5 до 10 ну вот в сумме возьмем 10 по идее это располагается здесь но общее суммарное сопротивление одинаковое получится если мы даже изменим значение поэтому запишем ее третьим хотя по идее нужно нам может давать чтобы было понятно поменяем местами сделаем как положено так нажимаем окей закрыть так ну и заново расчет ну все вот мы и посчитали значение то есть только у нас одна ошибка в этом месте так а ну давайте поменяем поставим другой клапан данный тип который тоже ставится давайте опять читаем и посмотрим отличие ну то же самое получилось то есть что при том клапане что при этом клапане так ну вот мы рассмотрели как рассчитывается система напольного отопления всем спасибо за внимание ну и до следующего видео ну 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 а ну 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 Продолжение следует...